МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коня на скаку остановят. Как сказать, романтика. Кто из-за мечей оседлал новогодний символ? Ёлка по-соседски. Ну, здесь очень весело, музыка громко играет, и, ну, так интересно. Отмечаем праздник всем двором. По волнам прошлого года. Ты уже не считаешь, что я человеком, ты зомби. Дневник путешественника по Атлантике. А также нескучные каникулы. Встаем на лыжи, ходим в кино, закупаемся гаджетами. Не секрет, что наступающий год – год лошади. И встречать его, по приметам, лучше в нарядах синего цвета. А если вы встречаете праздник в форме, например, серой, как у сотрудников патрульно-постовой службы, можно добавить синий аксессуар. Накануне Нового года ППСники устроили лесную сказку для мечей. Акцию «Полицейский Дед Мороз». Но людей больше радует не сказочный персонаж, а вполне реальный. Кто знают Марина Бугрова и Василий Миличенко? Новогоднее веселье может начинаться и так вместе с символом наступающего года. Своих верных друзей сотрудники ППС выпускают порадовать о мечей раз в год. Перед праздником. В остальное время у животных боевая служба. Лошадь верный друг сотрудника ППС. Животное помогает полиции патрулировать в труднодоступных местах, парках и скверах. О том, что можно покататься на лошадях, Юлия узнала через интернет. В конное подразделение полка ППС организаторы акции пригласили всю ее семью. Мы прокатились по парку с ребенком. То есть у ребенка, конечно, много эмоций, что очень нравится эта вся прогулка на лошадях. Тем более зимой, что это необычно по снежному лесу кататься. Тем более в преддверии Нового года это, так сказать, романтика отчасти даже. Для взрослого, не то что для детей. Пригласили через социальные сети детей и взрослых города Омска. Для того, чтобы они могли ознакомиться с бытом сотрудников полка ППС, с их служебными животными. Романтики конной экскурсии добавляет и полевая кухня. В меню гречневая каша и чайния. Обычный обед и у самих героев наступающего года. Только сегодня их можно покормить яблоками и морковью. Марина Бугрова и Василий Мельниченко. Антенны 7. Сегодня, несмотря на праздник, губернатор Назаров созвал внеочередное заседание антитеррористической комиссии. Прежде всего это связано со взрывами в Волгограде. В оперативном штабе приняли участие силовые структуры, МЧС, представители прокуратуры и исполнительных органов власти. А накануне Виктор Иванович поручил принять меры для безопасности жителей, объектов энергетической и транспортной инфраструктуры, опасных производств, а также мест массового пребывания граждан. Террористы, конечно, пытаются показать то, что они что-то могут сделать, но я уверен, что если мы все объединимся, и если мы все сегодня будем понимать то, что нас не сломить, конечно же, мы эту угрозу минуем и с четким пониманием будем выстраивать дальнейшую нашу жизнь. Потому что от каждого гражданина сегодня, от каждого человека зависит, насколько мы можем бороться с этой угрозой. Это прежде всего бдительность. Полицейские просят всех омичей быть внимательными, а если что, звонить по телефонам, которые видите на экранах. История поистине бесстрашного омича. Подведя итоги уходящего года, мы хотим рассказать о тех, кого незаслуженно обделили вниманием. Две недели назад наш омич Михаил Пономарев пересек Атлантический океан. Об этом на Омском телевидении еще никто не говорил. Наэль Барбар и Сергей Гаврилов встретились с участником межатлантической регаты. Стартовал регата на Канарских островах у побережья солнечного Лас-Пальмаса. Михаил поступил в распоряжение капитана английской лодки, которая прибыла накануне из Саунгемптона, минуя Бескайский залив. Впереди долгие три недели по Атлантическому океану. На пятый день ты уже не считаешь себя человеком, ты зомби. Ты встал, тебя разбудили ночью, байкап. Ты думаешь, ты можешь убить этого человека. В гонке ты только все направлено на то, чтобы ты вперед, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Ты не можешь остановиться, ты не можешь покупаться, ты не можешь рыбу ловить. Ты только управляешь парусами день и ночь, день и ночь. По традиции ни одно такое путешествие не обходится без неприятностей, порой даже трагедий. Во время гонки на одной из лодок погиб член команды, от нагрузки не выдержало сердце. Команду Михаила неприятности также не обошли стороной. Наивно полагать, что величественный Атлантический океан сдастся без борьбы. Во время шторма в течение нескольких дней один за одним рвались паруса. Ветер усилился. Капитан удал команду не снимать легкий парус. Но вот он не выдержал. Сильное давление, сильная нагрузка. Лодка тяжелая, лодка весит 7 тонн, мачта 18 метров. Для нашего соотечественника это далеко не все трудности. Гонка Михаилу Пономареву далась, наверное, с большим трудом, чем кому бы то ни было на этой яхте. Ведь он единственный сибиряк в английской команде. Во-первых, это небольшой языковой барьер. И главное, многие этого, конечно, не знают. В России в корабельном деле, в отличие от Британии, все команды и термины голландские. Еще со времен Петра Первого. Они быстро говорят, когда критическая ситуация, когда мы порвали парус, когда у нас фал оторвался, начинается паника на корабле. Причем панику это наводит женщина обычно. Там была жена капитана, дочка. Они очень сильно кричат, причем быстро, и ты не понимаешь, что они хотят. Таких происшествий было немало, говорит Михаил. Встречали и дельфинов, и китов. По ночам в лодку, спасаясь от хищников, залетали летучие рыбы. Потрясающие закаты и рассветы. 19 дней и ночей в пути. Практически без сна, без домашнего комфорта и уюта, двигаясь во власти безграничного и самого беспокойного Атлантического океана. В бессознательном состоянии команда лодки Михаила Пономарева наконец видит землю. Это карибы. Когда ты идешь, и ты вот за эти 20 дней, ты видел одну или две лодки, а кругом только вода, и больше ничего. И когда ты увидел землю, это необыкновенное чувство у тебя, что скоро ты, как обыкновенный человек, ляжешь в хорошую кровать, выпьешь хорошего вина, поешь хорошее мясо. Это необыкновенное чувство. Гонку так и не выиграли. В своем классе команда прибыла 11-й. Но, как бы ни банально это ни звучало, наш Амич обрел для себя нечто гораздо более ценное. Словно великий путешественник Турхейр дал, Михаил Пономарев открыл для себя новые границы возможного. Так что мы, в свою очередь, в преддверии наступающего Нового года можем смело сказать, не стоит бояться преград. Наэль Бурбар, Сергей Гаврилов, Антена 7. Настоящий новогодний праздник возможен в каждом Омском дворе. Движение «Новый город» провело новое мероприятие для жителей Советского округа. Наэль Бурбар и Сергей Гаврилов побывали в гостях у жителей домов по улице Тюленина. Оказывается, чтобы организовать праздник в любом из омских дворов, нужно не так уж много. Залить горку, поставить праздничную ель, пригласить Деда Мороза и кунг-фу панду. Это один из главных гостей здесь. Но чтобы праздник удался на все 100, надо быстро бегать. Это рецепт успеха от Владика Пенкина. Когда надо бегать быстро, надо очень аккуратно бегать и бить мячик. И нужно сказать, двигаться Владику пришлось немало. Дети ни минуты не стояли на месте. Кто-то катался на горке, кто-то участвовал в конкурсах, а их было немало. Тем, кто обессилел от активных игр и замерз, предлагали подкрепиться сладостями и с горячим чаем. Я с мамой и с братиком маленьким. Здесь очень весело, музыка громко играет, интересные конкурсы, ребята молодцы. Такие праздники во дворах советского и кировского округов проводятся ежедневно с 20 декабря. Организуют их по просьбам жителей города активисты движения «Новый город». На их счету уже несколько десятков таких мероприятий. Заявок вообще было очень много, почти что конкурсный отбор. Кого-то мы уговариваем и переносим праздники чуть попозже. Ну а кому повезло, мы провозим праздники. Иногда это бывает по 2-3 праздника в день. Конечно, главные организаторы праздника – это сами жители двора. Дети своими руками украсили новогоднюю ель, подготовили танцевальный номер, вместе с родителями залили ледяную горку. Ну а музыку, чаепитие и новогодние подарки приготовили активисты движения «Новый город». Хочется вернуть в наши дворы, когда мы раньше, вот в моем детстве, например, мы собирались все с родителями, с соседями, все собирались и гуляли, отмечали все праздники и гуляли по-хорошему. Поэтому вот мы пытаемся такие праздники организовать в Советском округе и надеемся, что мы создадим традицию, которая будет потом молодым поколениям поддерживаться. В последний день уходящего года к амичам пришли сотрудники ресурсоснабляющих организаций. Контролеры в течение отопительного сезона 1 и 31 числа месяца определяют фактическое потребление воды амичами. Сегодня специалисты сняли показания с общедомовых счетчиков в многоэтажных домах, а также проверили состояние приборов учета. Такая процедура нужна для того, чтобы определить нормативы, с учетом которых и будет производиться начисление в дальнейшем. Мы снимаем показания общедомовых приборов учета, поэтому все старшие по домам управляющие компании понимают эту задачу, идут навстречу и обеспечивают доступ к приборам учета. Жители частного сектора, домов частного сектора к ним также придут сегодня снимать показания приборов учета. Каждый год 31 декабря кто-то с друзьями ходит в баню. Это да, но после Нового года еще целая нерабочая неделя. Вот когда амичи ходят в кино. Что посмотреть на театрах на каникулах в нашем спецобзоре? Детей ваших как зовут? Наших детей зовут Боря. Я назвал в честь вот этого придурка, который умный, успешный, красивый. А вы почему своего так назвали? По той же самой причине. Обаятельные герои – главная причина, по которой народ третий год раскупает билеты на елки. И речь не про детские утренники, а про семейное кино. Это своеобразная ассорти из новогодних новелл, переплетающихся между собой. В третьей части засветятся уже знакомые Боря и Женя, лыжник и сноубордист, а также появятся новые молодой травматолог и его пассия и парочка влюбленных собак. Что нам делать? Если меня поцелует любимая женщина, твои мои чары разрушатся. Анджела Блейк, губа-то не дура. Наш Фил и сама Шерон Стоун. Под Новый год сбываются мечты даже святого Варентина. В третьем фильме про любовь в большом городе волшебник пустит стрелы любви и в собственное сердце. Остальных ловеласов тоже ждут приключения. А разве может быть иначе, когда жены уезжают в отпуск? Вам не надо искать Тарзана. Он сам вас найдет. Из тысячи его можно узнать по одному только голосу. Боевой клич сделал Тарзана самым узнаваемым литературным персонажем в мире. Кроме огромного количества книг, которые написал Эдгар Бейроуз, персонаж появлялся во многих фильмах, теле- и радиопередачах, комиксах и пародиях. Очередной пример на 101-й по счету Тарзан рассчитан больше на детскую аудиторию. Даже горы человеческих тел нас не остановят. На взрослых рассчитан фантастический боевик 47 Ронинов. Ронины – это японские воины, но не самураи. В чем отличие, поведает Киану Ривз с больших экранов. Смешно сказать, год как замужем, а детей не нарожали. После приключений из первой части жена Ивана Василиса заскучала и решила организовать собственное похищение, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание мужа. Взяв с собой верного друга Волка, Иван отправляется на поиски. Но планы Василисы рушатся и все идет не по сценарию. Новогодний обзор «Премьер» подготовили Анна Рыбина и Сергей Селявин. Свои подарки в эти дни получают дети из малообеспеченных и многодетных семей. Волшебные сюрпризы для них приготовили посетители торгово-выставочного центра «Каскад», а также предприниматели. Каждый покупатель в течение месяца мог оставить сладкий набор или игрушку у стойки с надписью «Милосердие». Подробности в нашем материале. Общественники движения «Новый город» спешно укладывают подарки в мешки, игрушки и сладости. Сегодня нужно успеть развести по семьям. Людей в желтых манишках в этом году ждут более ста детей. Эти подарки предназначены для детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году, благодаря покупателям, собрано более ста подарков, которые с сегодняшнего дня непременно дойдут до каждого ребенка. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы пришли поздравить детей. В семье Жировых общественники из «Нового города» всегда долгожданные гости. Недавно детишек здесь прибавилось. Две недели назад появился пятый ребенок. У гостей для каждого есть подарок. Теперь есть пазл. Еще вот я хотела сладких призов. А заказывал Деду Морозу, ну, как бы сборную модели корабля. В прошлом году мы получали сладкие подарки. В этом году и сладкие, и сюрпризы. Дети будут довольны, будут рады. Приятно получать подарки, особенно под Новый год. Новогодняя акция «Милосердие» в торговых комплексах Омска проходит ежегодно. Свой вклад в мешок Деда Мороза может сделать любой неравнодушный. Марина Бугрова и Кирилл Борисевич. Антенна 7. В конце еще прошлого, 2012 года, многим казалось, что наступающий 2013-й будет скудным на инновации и интересные устройства. Однако год в гаджитостроении выдался не скудный и не скучный. Наступающий Новый год окажется еще более высокотехнологичным, уверен Денис Ионос. Привет, это iGadget. В этом году дизайнеры и разработчики представили множество великолепных изобретений, которым суждено сделать нашу жизнь не только яркой, но и более комфортной. Некоторые из них попадут на прилавки буквально через несколько месяцев. Поэтому для того, чтобы понимать, чем мы будем пользоваться в следующем году, представляю вам 5 новинок, которые будут актуальны в 2014 году. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Новогодняя лыжня с подарками от Деда Мороза. В Советском парке прошли традиционные соревнования на призы самого волшебного персонажа предстоящих праздников и администрации округа. С ветерком и хорошим настроением прокатились несколько сотен амичей разных возрастов. Первыми стартовали самые юные лыжники 10-11 лет. Старательно, целеустремленно, непременно с радостными эмоциями. Дед Мороз давал подсказки на ходу. Ребята прислушивались, переходили с классического на более размашистый коньковый ход. Женя! 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 Быстрее всех новую круговую трассу в один километр пробежали Ирина Мышалова и Михаил Суханов. На финише ребят ждали подарки от администрации советского округа. Мне очень хотелось сделать свой родной подарок на Новый год. Мне очень здесь понравилось. Мне очень хорошо было настроение кататься. Ну, техника надо вырабатывать. И из-за этого скорость увеличивается. У лыжников постарше дистанция удлинилась вдвое. И сместилась в наиболее интересную соревновательную полугорнолыжную часть трассы. Сначала лихой спуск, затем на контрасте подъем, переход на равнинный участок и снова рывок в горку. А ну, побежал, побежал! Лыжникам такой экстрим понравился. Самое яркое место у них было, это, конечно же, подъем. Очень хорошо шлось подъем. Я рад, что я выиграл. Очень хорошая горка была. Очень весело было с нее спускаться. Очень, как бы сказать, большой угол. Сразу около спуска очень резкий поворот. Очень, как бы, заворачивать было интересно, чтобы там держать равновесие. Ну, а потом подъем был, в принципе, тоже сильно, но стоило того. Следом за соревнующимися на лыжню вышли все желающие. Так будет все новогодние рождественские праздники. Кататься можно в любое время. На трассе есть освещение. Будем рады, если жители других округов города после наших новогодних праздников, перед Рождеством, примут участие в этой лыжне. Будем рады видеть вас на нашей территории. Только криккили! Добрый год! Владимир Истомин, Александр Филиппов, Антенна-7. Лучший игрок авангарда, нападающий Александр Попов, продлил контракт с омским клубом еще на три года. Об этом сегодня сообщил официальный сайт Ястребов. Попов близок к уникальному достижению, редкому в сегодняшнем хоккее. Он может всю свою карьеру провести в одном клубе. Нынешний сезон – 16-й, который Александр проводит в Омске. Попов является кандидатом в Олимпийскую сборную России по хоккею, которая в феврале сыграет в Сочи. На этот год у нас все. Увидимся в следующем. В новом 2014-м редакция Антенны-7 желает своим зрителям только хороших новостей. С наступающим! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok